ребят всем привет продолжаем новый формат видео по варгейму я посмотрел так народ положительно отнесся к данному формату по крайней мере лайков было больше чем в обычных видео про варгейм вот ну за один день буквально тогда за полтора вот поэтому продолжим данный формат соответственно у нас сегодня еще один реплейчик тоже на начальном то есть где-то второй день после того как я начал играть после двухмесячного перерыва поэтому тоже такой сумбур есть немножко но тем не менее тем не менее получилось что-то показать вот приступим опять-таки играя тестовая декой да вот северная корея плюс советский союз сегодня буквально утром опять поменял немножко ну в целом я деки очень часто меняю ну конкретно 12 юнит то есть это как вашей душе угодно допустим можно брать пехоту с зерк а можно не брать ну то есть сегодня утром взял примеру тоже решил потестировать новая карта у нас ну как но новая старая да я сразу же решаю опушить левые левую часть карты это я точно помню потому что возня справа частью карты через лес через компаун которые там на перекрестке ну мне откровенно говоря не нравится это кто первый доедет кто быстрее перекликает проштурмуют и так далее кого больше поддержки решая пропушить левую часть закрепиться в центре в лесу центральном лесу и соответственно первые вот это вот городские кварталы которые недалеко от меня их поместить туда конкурсы и разведку соответственно и 9 9 вот ну что мы видим тут я взял разведку ударную разведку тунгуску в прикрытие танки пара танков и пехота опять таки видите он на тестовом транспорте решил так прикалываться взять этот северокорейский броневичок с иглой вот потом я его поменял потом вообще убрал эту карту ну в общем тестируем тестируем соответственно сразу же берем центр единичку пускай будет прикрыл прикрыл это все шилкой вот и пехоту на центр на центральный лес вызываю немножко мяса и хорошей пехоты которая будет за мясом прятаться вот ударная разведка танк вся четверочка неплохой танк хорошо себя показывает бою вот и соответственно видите не хватило мне зенитку я решил уже не помню что решил то ли от шемки забрать зенитку то ли распустить какой-то отряд распустил этих какого резервистов распустил взял хотя бы шилку то есть понятное дело что шилка это не особо крутая зенитка но тем не менее если на вас прут вертолеты можно просто углубиться в лес соответственно в глубине леса вас никак не просветят а если он будет наглеть вплотную в лес залетать то шилка на таком близком расстоянии будут работать как я не знаю как тунгуска там стопроцентное почти попадание будет вот будет забривать очень быстро соответственно занимаем лес бордемку третью решил я прикрыть лес очень часто через вот этот вот правый лес проходят выходят на мой фланг на фланг уходит в принципе разведка ударная разведка и просто сносит кошельки поэтому решил прикрыться не жадничать потратил 70 копеек вот разведку также на мой ближний квартал городского вот справа вы видели да и разведку на на лес чуть правее вот тут раз выгрузка вижу я он занимает соответственно городской квартал чуть подальше но мы продвигаемся дальше соответственно урал с разведкой дешевой но тем не менее очень хорошая оптика у нее продвигается в центральный лес там у меня соответственно ничего нет пока что то есть если он нагло будет выходить на этот лес соответственно те танки идут те танки которые идут справа они поддержат и это бьют атаку он на этот лес не пошел нагло единственное что кобра кобра да кобра будет мешать он федор особо не стал занимать видите он вложился как раз таки вот вправо от меня сторону он решил биться вот за этот вот правый лес правый перекресток вот на не который я ненавижу возню на том фланге люблю играть через левый фланг вот довольно часто получается у меня отыгрывать что-то он застопорился тут брэдлики у него в общем плотно занял этот квартал впереди подвел еще и кобру все четверки начали работать турами вот и тунгус очка работает по кобре сейчас и снимут все разведку сняли продвигаемся дальше разведку ударную разведку вперед type 63 вперед тут я потерял транспорт но это не страшно потерял броневичок брэдли отрабатывают брэдли отрабатывать тут опять-таки не до контролил шестьдесят четверку потерял зря конечно через атаку я атаковал птурами и он после того как тура закончились пошел лобовую опять-таки второй день после долгого перерыва за всем контролить не удается прикрываю правую часть танками потому что думаю если он поймет что увидел на колону которая слева идет возьмет и санны весь свой стек направит на правую сторону вот ну тут оклемался он вызывает броневички не знаю вот уже второй игрок с этими броневичками дешевыми тов взял ну тут тут как вам сказать малоэффективно это все хотя вот в борт в борт я получил от брэдли обидно конечно было еще одного танка мы потеряли недоконтролил опять-таки брэдля разведывательная опасная штука но против трех тайпов и барденки 3 будет сложно что-то сделать по-моему да 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 не справится она видите против такой мощи тем не менее подрезала мне два танка и вперед мне двигаться как-то уже не с руки решаю решил я здесь закрепиться насколько помню тогда должен был вызвать подкрепление да вот видите виду еще два танчика разведку ударную вот бордоемка 3 неплохо себя показывает type 63 чуть поближе под холм они не просматриваются из города там небольшой холм рельеф такой неудобный для обороняющегося вот еще немножко мотострелков северокорейских ну и разведка разведка светит все фланги в принципе подсвечены вот случае его пуша я буду готов быстро переместиться из центрального леса вот тут все вроде чисто мишка 2 на всякий случай тоже зависит чтобы просвечивать вертолетные залеты вертолетные раши всякий случай соответственно урал снабжение на всякий случай попал для тонгуски это я помню тогда вызвал потому что она уже отстреляла по-моему три или четыре ракеты по двум кобрам тут я на самом деле не знал что делать то есть слишком боялся и что справа по лесу он не отходит потому что большой достаточно большая колонна возможно пошла на анну она сопротивление не было и соответственно может быть это вся колонна через лес идет по правому флангу но там потом я передумал потому что все таки бардемки у меня там стоят и если что по крайней мере будет время среагировать вот и тратить тратить излишние очки на оборону я не стал вот вызываем уазик сразу оторваться по очкам враг играет пассивно на своем фланге и соответственно почему бы не под заработать не под заработать очки тем более что тем более в той зоне где у меня прикрыто то есть если с городского квартала он выйдет мой центральный лес ударит ему в тылу если он с базы будет выходить то там ударная разведка все в общем то прикрыто прикрыто этот хамви едет возможно он здесь активно пользовался этими легкой пехоты с этим с драконом туром возможно подтягивает как раз таки пехоту в город тунгуска ловит в лобешник от брэдли слава богу что у него брэдли по-моему не топовый и на 1 хп 1 хп у нее остается и она выживает как он так увидел в глубине леса и и конечно странно возможно из-за возвышенности вот бардемка 3 вступает в бой я если честно не помню да выигрывает выигрывают дуэль бардемка 3 вообще на самом деле очень хорошая машина может и танк забрать если он задницей в станет бывали случаи даже абрамсом забирала подъехал у меня уже броня в общем-то резервная разведка урал снабжение как раз таки как чувствовал для тунгуски и соответственно решая прикрыть вот выход на по полю через правый фланг то есть вот центрального городского квартала две шилки туда засунул и позже по моему ударную разведку под подведу чуть поближе вот врываться в город конечно нужна колонна нужна колонна нужно какой-нибудь нужно недорогая мясо для этих целей у меня в деке резервисты их не жалко они врываются завязывают бой и соответственно пока там пехота тратит на них те же рпошки если огнеметчики тогда ударные другие боеприпасы то есть спокойно элитная пехота под прикрытием резервистов работает или работает авиация по засвету тут я не знаю взял да взял танк чуть пободрее за 120 башка танкаешь посерьезней это на случай довольно таки тяжелой брони боялся что она брамсами сейчас выйдет просто-напросто тут у меня шестьдесят четверки и в общем то можно и было затерпеть вызвал но но чисто для фана отстрелять опять-таки броневики у него там броневики с американским этим автоматическим гранатометом достаточно противная вещь особенно боялся что он начнет штурмовать центральный лес и эти броневики будут как раз не кстати потому что у меня там особо от пехоты то и нет там в основном резервисты и пару отрядов хорошей пехоты всего-навсего вот ну и решил я прикрыться тайпами шестьдесят третьими на этот случай еще один танчик взять бордемку третью решил в тыл ему завести то есть чтобы видеть что он вызывает да и пожечь ему пехоту если он будет активно вызывать там пехоту кашемки и так далее то есть завести в тыл но по моему он успел заметить что бордемка 3 едет ему в тыл у него по моему апать этот какого кобра висела разведывательная и он успел спалить успел спалить да вот видите летит в левой части экрана кобра как раз таки за бордемка 3 вот ну тут я решил спрятать ее в лес в лес и но он сам не решился решился все таки разведывать да хотя я думаю он бы справился с брдм к если близко не подлетал все таки кобра очень хорошая оптика но тут мишка 25 прикрывает миниганом если что можно отконтрить кобру до вызывая мясо видели 8 отрядов резервистов это как раз таки для врыва врыва в кварталы мишка подлетела но он не стал с ней бороться ну собственно и нечем бороться соответственно и бордемка дальше продвигается мишка отогнала кобру резине так у него пока тут нет слава богу вот но своими двадцать пятом я помню заставил вызвать пару зениток далее они потом мелькнут помню бы было было у него такое он он работает по дефолту кстати что-то как-то хлипенько хлипенько по моему одну только этот в тп-шку забрали одну всего лишь на все хотя фугас 5 не достаточно точно бьет это не принципиально было видно сразу видно было что он копится не стал он в тупую по одному юниту сливать он уже слил брэдлика уже слил кобру вот правда вторую кобра сливает то ли подумал что он тунгуску забрал не тунгуску он не забрал все-таки 1 1 хп у него оставалось а потом я еще и починил вот кобра снята на разведке нет соответственно можно бордом код было дальше продвинуть по моему да да и продвину в этой деке взял я акулу чисто для фана хотел бы все-таки потестировать ее порой знаете не всегда берешь юнита которые самые топовые вот если честно уж я точно так не делаю допустим в том плане что очень часто сливаясь из-за этого правда но хочется вот прям хочется потестировать там допустим ту же акулу танки разные которые вам любой опытный игрок скажет не не билет эти танки брать не стоит вот я очень часто беру такие не топовые юниты чисто для удовольствия все-таки как выглядит когда акула вылетает черная акула такая пугает народ сразу вот хотя и не попадает довольно таки часто но у меня что называется расчет такое то есть вызываем акулу постараемся на всяком шлаке и докачать до элиты ну или не на шлаке да то есть часто перезаряжать качать на шлаке и в элитном состоянии она уже дает просраться на самом деле довольно таки опасная штука вот хотя в других случаях конечно мид 28 был бы гораздо интереснее вот тут он опять нарвался на мою бардемку 3 но не стоит не стоит с бардемкой не считаться успевает дать залп су 24 баржирует хочу я прорядить вот первый квартал и города соответственно после того как он отработает ведь въедут туда мои резервисты вот а бардемка кстати затерпела ракетный залп и тем не менее отстреливаться тем не менее отстреливаться и по моему даже она выиграет этот эту дуэль хоть и в панике да тем более акула подлетела су 24 2 четверка работает по кварталам и въезжая туда сразу резервисты кобра исчезла непонятно не видел я сбили или не сбили может сбили разведывательная имею ввиду возможно улетела от акулы подальше врываются резервисты на пофиг въезжаем вот они дорогая жалко да от 1 конечно от 1 дропа мало мало что осталось зато 2 заезжает полностью вот четверочка прыгаем в квартал и завязываем бой на дороге стоит абрамс заметьте четко так контролирует подъезд вот но тут у него легкая пехота но против все четверок там у него гранатомет по моему в 15 бронебойности ну на 64 конечно хватит но ковырять будет тоже достаточно долго а тем не менее тем временем ополченцы сжигает абрамс доказывают свою эффективность rpg 2 все еще в деле по бортам пожгли его абрамс готов соответственно тунгуску чуть поближе подтягиваем даже равен b5 я тут недоконтролил послал через его центральные кварталы тут это конечно ошибка это жесткая ошибка файл то есть по 5 надо было вести пока каем пока емки карты соответственно как и как я сушку заводил на город таки по 5 но тут что называется когда активно пошла атака уже совсем забыл обо всем дожираем легкую пехоту американскую встречаем его транспорт морская пехота что ли там у него до морская пехота на соответствующем транспорте тут уже все прикрыто и соответственно ополченцем и проходит дальше потянул он уже из центральных кварталах видите в соседний вправо квартал туда уже летят туры но летят они по дешевому транспорту за за 10 копеек поэтому не страшно вот сейчас четверки я оставляю возле его фоба надо подзарядить бака пополнить топливо и так далее пошел он видите на центральный лес я я как чувствовал то есть у меня уже заранее тут все подготовлены тайпы 63 в кустах стоят все четверка была тоже неподалеку в кустах должна была быть по крайней мере может забрал там вылетает underbolt но такое работает по дешевым броневичкам это не страшно да вот видите вызвал он все-таки тогда положку отработала мы на моего ми-25 вот ну я зато примерно понял возможно где у него кашем к то есть соответственно по-видимому там где его получил по зубам он и не стал дальше рашить конечно странный маневр был хотя то есть на отступление я думаю он тоже потерял по все войска такую лучше уж дальше продолжить было подвести тот же тандерболт дальше вот ну соответственно ополченцы окупает себя полностью сейчас они брэдлик заберут разведывательный достаточно другой сушка залетает 2 4 по на его кашем ку но по-видимому с этого раза с первого раза ведь хоть бомбы упали в примерно в ту степь но по-видимому не забрали не забрали возможно родили возможно не попали просто-напросто все равно я думаю что кашем к у него там было есть решает он не перерезать снабжение то есть он понимает что идет снабжение через федора по нижней дороге и решает он занять лес и перекрыть это снабжение выйти и возможно у меня тут вообще ничего нет то есть он так подумал как мне кажется вот ну тут у меня один отряд мотострелков был действительно в лесу 64 лупят тут у него морская пехота подъехала не знаю почему ополченцев не подвел надо было получиться подвести все четверки отъехать назад да вот начиная подводить ополченцев шестьдесят четверком команду атаку команду отход одну потерял к сожалению 70 копеек тому времени у меня уже очки бесконтрольно начали копиться то есть я уже вошел во вкус то тоже мы курлесим у него на базе вот и поэтому он судорожно там вызывают пехоту вот подъехала вторая пачка ополчения тут я решил включить автопушку мало ли понадобится ну и вторая пачка ополчения и 2 су-24 2 су-24 баржер в городе они уже в принципе бьют в тот ту же зону где у него была зенитка тут все-таки думаю что у него там кашем к и примерно буду прав сейчас перекрестным огнем перекрестным таким огнем бомбы упадут крест на крест и кашем ку все-таки мы заберем возможно был там какой-то транспорт броневичок или что-то в том роде что с первого раза не удалось вот видите крест на крест падает бомбы и до кашем к все кашем ки больше нет теперь теперь у него остался на кашем к кашем к которая на они и соответственно мне надо быстренько перекрыть пути подхода пути подхода к давить и он снял кашем кусан санны и ведет ее к себе на центральную точку вот ну дорога у меня там прикрыта у меня ополченцы видео выходит на дорогу то есть перекрывать при помощи рпг шик по подход делаю в засаде там сидят вот тут тут конечно я думаю что потеряю акулу видя на как с нулевого расстояния стреляет ракетами выстреливает непрерывные не попадает но и понятно то есть расстояние это критическое критически близко расстояние ракетами хрен попадешь вот и на удивление на удивление акулы перестреливает брэдлик если честно думаю что потеряю кого возвращая на вражеский фоб что пополните нагло так вот починиться у него на базе прям вот да видите ополченцев подвел я прям для контроля дороги еще решаешься четверочка подвести вот и по-моему увидите вот в центральной части экрана такой квадратик был по-моему это была кашем к потому что в последний миг давить загорелась звездочка кашем к он ведет броневичок до броневичок и по нему отработала наш си четверка которая сидела в засаде в общем то вот такой вот бой получился вот такой вот бой ребят получился постараюсь я в ближайшем будущем еще что-нибудь записать такого интересного и все-таки показать вам сделать обзор на деку которая игра очень нам не нравится в общем то мне всегда нравилось ссср плюс северная корея у северной кореи очень хорошая пехота по мне так для моего стиля игры то есть мне нравится и морской спецназ и обычный спецназ вот и советские танки вот всем спасибо кто смотрел хорошего дня